добрый день всем уже на коллеги очень рад всех видеть большая честь здесь поступать на что я не психолог профессиональная фотография занимаюсь тем что я обучаю других людей уличной фотографии то есть каким-то более то что как делать подобные снимки а тому как искать более скрытые более неявные аспекты этой практике чем это вообще может быть сильно почему пытаемся разобраться чем мы занимаемся на самом деле да когда мы занимаемся фотографией вот и мне очень нравится индиштейн в том смысле что он это способы здесь сейчас он возвращается феноменологично это возвращает меня в настоящий момент потому что как фотограф я тоже когда я хожу по улице с камерой я должен присутствовать полностью здесь сейчас и встречаться вот с тем что мне предлагает мир то есть вот пребывать в этом и перлс насколько помню в своей автобиографии хотя я могу ошибаться давно читал он такую штуку писал что гештальт метод это такой ящик с игрушками мне очень нравится индикатор потому что мне кажется мы можно применить к любому методу к любому подходу да к любой практике все в общем то разные ящики с игрушками и человек который занимается исследованием человеческой психики или трансформации да или вот каким-то эмпирическим методом контакта того что я называю словом я и того что называю словом не я да потому что для меня больше всего интересно что такое я никакая гигантская загадка а то что такое мир когда наступаю в контакт или не вступаю так тоже может быть еще большая загадка вот и тут может быть много разных соответственно подходов и никто не мешает такому вот исследователю запускать руки в самые разные ящики с игрушками которые на данный момент кажутся более подходящими более интересными более привлекательными так далее вот и как то все это объединять и в этом смысле это работает две стороны потому что вот уличная фотография это тоже такой ящик с игрушками да это эмпирический вот метод взаимодействия с окружающим миром и создание некого образа куда никого и некого визуального результата этого взаимодействия и это не одна игра с определенными четкими правилами это много разных игр и в зависимости от того какие-то игры правила и соблюдается они или нет это может привести это же к разным результатам к разным последствиям к разным осознаванием и так далее вот и соответственно как практик как фотограф я могу тащить сюда какие-то психологические игрушки да и наоборот как исследователи психики я могу методы фотографические тоже какую пользу они могут принести вот и в этом смысле я надеюсь что может быть мой доклад быть не только интересен даже кому-то и полезен вот поскольку ящиков с игрушками очень много и рассказать обо всех за 40 минут совершенно нереально да то это я не ставлю перед собой задачи дать какую-то исчерпывающую там панораму вот но скорее вот скорее такое вот некий очень быстрый взгляд вот и я хочу сконцентрироваться сейчас не на такой перспективе когда говорят что фотография это отражение личности автора да не на вот привнесение чего-то своего а на противоположном мне кажется слишком много людей подходят вот таким образом мы слишком сконцентрированы на своем эго да на вот на я на том что как белый рыцарь в алисе в стране через гриву это мое собственное изобретение вот это слишком все-таки доминирующий подход вот мне хочется показать что остается когда мы вот эту вот личность все-таки выносим за скобки и смотрим что остается собственно да вот кроме какая еще перспектива возможно другая и вот например есть такой великий индийский фотограф а в губер синг самом деле великий фотограф он в своей книге river of color цвет индии писал очень интересную вещь но понятно что это его личный взгляд но вот мне кажется очень любопытно он говорил что западному искусству свойственны отчужденность отчаяние и экзистенциальный ужас что бог умер и человек один перед лицом бесконечности никто ни с кем не связаны все сами по себе и вот из этой перспективы да большая часть западных фотографов и западных художников вообще работают вот а в индии все совершенно не так для индии свойственно некая жизнерадостность поэтому его фотография цветная вот но дело не в этом да а в том что вот существует такое выражение очень многие фотографы но и художники тоже но все-таки я фотографии говорю говорят что их лучшие фотографии были сделаны как бы не совсем ими самими они не знают как это получилось это счастливая случайность или подарок на часто вид что хорошая фотография всегда подарок вот обычно не уточняют от кого подарок кому подарок да что тоже немаловажно потому что не обязательно мне и самое интересное существует и какая-то техника получения этого подарка потому что но тоже не секрет что эти счастливые случайности с некоторыми происходят все время а с некоторыми практически никогда не происходит да то что я показываю на экране я просто должен что-то показывать поскольку я говорю о фотографии чтобы не был сапожник как говорится без сапог да то я просто показывать так свои картинки точнее не свои да я не хочу их себе присваивать это картинки которые вот появились в результате моего взаимодействия с окружающим миром опять же поскольку я не верю в концепцию лучших фотографий то это никакой не подборка лучших а это просто какие-то фотографии сделанные в последнее время вот больше про них ничего не буду говорить да буду говорить про вот какие-то общие принципы а так вот как происходит получение этих подарков да мало кто задается этим вопросом есть опять же разные ответы в зависимости от того какой концептуальной модели мы находимся и например вот еще один великий фотограф уже американский на этот раз стивен шо очень интересное дает рациональное объяснение в своей книге да дайончик фотограф с природоопытографий и стивен шор пишет о ментальном уровне фотографии пишут что у фотографий есть три уровня физический изобразительный и ментальный и ментальный на этой фотографии который находится у меня в голове это схема которая есть в голове у каждого фотографа осознает он это или нет даже если он не сознает схема все равно есть и у хорошего У фотографа схема, во-первых, никогда не бывает застывшей, потому что очень часто эта схема очень жесткая, она как фильтр действует, пропускает только определенное восприятие. У хорошего фотографа это не совсем так, она никогда не застывшая, она всегда готова перестраиваться и обогащаться с каждым новым восприятием. А во-вторых, хороший фотограф осознает, что эта схема, собственно, существует. И происходит такая положительная обратная связь. И, собственно, что объединяет работу фотографа и работу психотерапевта? То, что главный инструмент – это наше человеческое внимание. Поэтому мы можем здесь об этом говорить. И камера – это уже во вторую очередь. Фотография – это практика работы с вниманием, практика развития определенных аспектов внимания. И вот если смотреть с этой точки зрения, то это слово «подарок» может означать две разные вещи, если рационально воспользоваться концепцией Стивена Шова. Потому что фотограф, который не осознает ментальный уровень к подаркам, будет любая удачная фотография, любое то, что ему кажется хорошим. Потому что он не понимает, что именно он сделал, когда он ее делал. А фотограф, который часть внимания тратит на осознавание этой схемы, он понимает, что бывает разное. Бывают такие, которые полностью укладывают свою схему, то есть он что-то сконструировал. А бывают такие, когда новое восприятие расширило и усложнило схему вот ровно тем способом, как об этом говорит Стивен Шор. А бывают такие, которые вообще никак в схему не укладываются и оказываются полной неожиданностью. И вот именно такие, в строгом смысле слова, наверное, стоит как раз называть подарками. Но можно иначе посмотреть даже на те, которые укладываются в схему, потому что можно предположить, что у них была какая-то более глубокая причина, чтобы появиться, нежели просто соответствия моей схеме. Что-то ведь привело фотографа именно в этот момент времени, именно в эту точку мира, земного шара, и заставило вот его эту фотографию сделать. Как говорят австралийские аборигены, это не я посмотрел на сосну, а сосна сделала так, чтобы я посмотрел на нее. Поэтому, возможно, тут есть какая-то более тонкая грань. То есть можно сказать, что любая фотография ведется в соавторство с миром. Это тоже банальная совершенно вещь, об этом многие говорят. Есть разные варианты соавторства, разные степени участия с той и с другой стороны. И можно так поставить вопрос, если мы выносим за скобки желание самоутвердиться, о чем я вначале говорил, выносим вот это мое собственное изобретение, желание присвоить нечто себе, желание понять мир и так далее, все вот эти рациональные вещи. Вот что остается, чем мы занимаемся, когда мы занимаемся фотографией. И многие фотографы чувствуют, что они имеют дело с чем-то большим, чем они сами. Об этом тоже многие говорят, но и как-то по-своему это осознают, концептуализируют. Например, еще один великий индийский фотограф Рагурей говорил, что фотография остается настолько хороша, насколько может быть хороша информация, пока в игру не вмешается сверхъестественность. Другой великий фотограф, американский, Алекс Вебб, вслед за Чарльзом Харбетом и Андрею Картебрисоном, который вообще считается основателем уличной фотографии, он говорил, что, но это не переводится на русский язык, он говорил, it's a photograph that takes you, you don't have to take photographs. Мы по-русски не берем фотографии, мы делаем фотографии, а по-английски они берут фотографии. То есть фотография, если дословно берет тебя, не надо брать фотографии. И это очень глубоко. Тут можно уйти в очень глубокие рассуждения, только об этой фразе говорит целый час. Я, конечно, не буду этого делать, потому что здесь можно договориться до независимого существования образов в неком своем мире, который, например, арабы называли алям-эль-металь. Но предположить, что эти образы приходят оттуда, и у них есть собственная воля и собственное желание, если можно сказать, появиться, собственное сознание. Но это не единственный способ об этом говорить. И вот какие еще могут быть способы рассуждать о таких подарках. Собственно, вот тут интересно, да, сама эта одержимость наше самовыражением, искусственным как самовыражением. Как бы почти никто не задается вопросом, а почему, собственно, это должно быть важно, почему моя личность вообще должна быть кому-то интересной, если это самовыражение. Но даже самовыражение можно по-разному понимать, потому что есть разные модели психики. Но лично мне, конечно, близка такая модель, которая есть то, что называем эго, есть моя личность, то, что я про себя знаю, и есть то, что я про себя не знаю, то, что, например, Карл Юнг называл бессознательным, то, что, например, Миндл называют вторичным процессом и так далее, или процессуальным умом, или то, что один из последователей Юнга, Джеймс Хиллман, предлагает вернуться к старому доброму, впавшему сегодня почти что внемилось слово «душа». То есть люди за тысячи лет, за несколько тысяч лет придумали множество каких-то названий для вот этого нечто, о котором мы почти что не имеем возможности говорить. Творец, Аллах, Дау и так далее, невыразимые словами. Вот, ну, как бы религиозная точка зрения тоже может быть прекрасная, но, опять же, ее невозможно сегодня однозначно принять, потому что она требует веры, требует некой догматичной веры, и после слов Альфельда Кожипского о том, что карта не из территории, это просто не представляется возможным. Погрузиться в такую вот безусловную веру. Вот, но вот если мы посмотрим на фотографию с точки зрения этой другой стороны, да, не с точки зрения личности, а с точки зрения вот оттуда, то смысл этого занятия может поменяться, ну, либо если для кого-то его не было, то он может вдруг неожиданно появиться. Вот, и тогда получается, что фотограф, вот когда я хожу по улице с камерой, да, я могу представить, что я такой канал, который позволяет этому неведомому выразить себя, некий инструмент, ну, хочется сказать, в руках, да, создателя сновидения или дао, но, понятно, что у него нет рук, это такой антропоморфизм, но он с глубоко в языке. Вот, и все равно при этом остается важна моя личность, потому что ее не следует совсем отменять. Да, это я должен изучать визуальный язык, я должен совершенствовать свою ментальную схему, свое осознавание, свою реакцию, свое контроль, свое внимание и так далее. Вот, но для того, чтобы быть хорошим инструментом, а не для того, чтобы вот заниматься самовыражением. Вот, и в принципе для того, чтобы количество вот этих счастливых совпадений, этих подарков увеличилось, достаточно таким образом перспективу сменить и осознать себя не автором, а как минимум соавтором, да, или каналом, проводником, и быть максимально честным в том, чтобы стараться из себя этот хороший инструмент сделать. Вот, но вот мне хочется немножко, чуть-чуть совсем, да, показать, как разные модели могут дать разные карты реальности, вот эти разные ящики с игрушками, да, и как можно в зависимости от того, в какой из этих ящиков мы запускаем свои руки, по-разному интерпретировать свою роль, получать разные результаты, вот, и какой разным, соответственно, практическим пользам, разное осознавание можно получать. Вот, это несколько небольших примеров, на самом деле, гораздо можно дольше повалить. Вот, и прежде всего, вот тут любопытен интерес с современной аналитической психологией к алхимии, возрождение интереса к алхимии, которое началось с Карла Юнга. Вот, нас в школе сегодня учат, да, что алхимия – лженаука, что ее адепты пребывали в клину заблуждения, вот, и действительно, если понимать их поиски буквально, то кажется, что так оно и есть, что они занимались какой-то глупостью, пытались золото из свинца создать, да, мы прекрасно знаем, что это невозможно, вот, но вот Юнг показал, что эти люди, в общем-то, не были стали наивны, чтобы думать просто о физическом обогащении, что речь идет скорее о психологии, чем о химии, в целоменном смысле, да, что они спроекцировали на материю процессы, происходящие в их душе, в их психике, и работали скорее в области воображаемого, чем осязаемого. То есть трактаты алхимиков говорят о душе, используя для этого язык химии. Вот, и вот есть у Юнга один из текстов эссе про Парацельсию. И в этом эссе он очень любопытно пишет вещи, напоминает используемый Парацельсием термин или аструм. И он пишет так, понятие это, если только его можно назвать таковым, пронизывает всю ткань мышления Парацельса. Оно отливает бесчисленным множеством значений, появляется в столь же многообразных вариативных формах. Илейдес, илейдус, илеадус, илеастер и так далее. И каждый раз, пишет Юнг, который, как мы знаем, очень хорошо знал латынь в совершенстве, каждый раз он говорит, мне кажется, что речь идет о чем-то новом. Идешь на этот раз чем-то совершенно ином, чем-то вполне определенным. Предмет этот, обладая особой важностью, ускользает от хватки формулирующего духа. Иногда это прямоматерия, первичная материя. Иногда истинно дух в человеке, пронизывающий все его члены. Иногда тайная сила природы, от которой всякое прибывает и так далее. И вот тут интересны два момента мне как практику. Потому что, во-первых, уличная фотография тоже ускользает от хватки формулирующего духа, используя слова Юнга. Невозможно дать определение того, что это такое. Потому что как только мы дадим какое-то определение, мы что-то обязательно упустим, что-то останется за гранью внимания. То есть в своем курсе мне приходится полтора часа посвятить только тому, чтобы дать определение целую лекцию. И вот лучшая метафора, описывающая работу уличного фотографа, это фраза из русской народной сказки «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Или «то черт знает что», как в таком более народном варианте сказки это говорится. Точно так же, как алхимик, уличный фотограф не может точно сказать, что именно он считает. Когда я выхожу из дома с камерой, я никогда не знаю, что именно я принесу и принесу ли я сегодня что-нибудь. Это всегда нечто новое, нечто неожиданное, некое откровение. Но и алхимик, и фотограф всегда знают, нашел он это нечто или нет. Тут как бы сомнений не возникает. И, кстати, если сказку рассмотреть более подробно, то она не только ставит своим названием это невзрешимое проблему, но она показывает четкий метод, как эта проблема решается. И если кто-то помнит сказку более подробно, кто-то, может быть, не помнит, то если кратко изложить, то там сюжет таков. Царь желая избавиться от героя, чтобы завладеть его прекрасной женой, посылает его, соответственно, туда, не знаю, куда принести, то не знаю, что. Точнее, он сначала ему дает два более простых задания, которые к царю кажутся тоже невыполнимыми. Кота Баюна привезти, что-то еще, вроде каких-то молодельных яблочек, я не помню точно. Но поскольку жена его оказывается волшебницей, у нее в волшебной книге есть рецепты, как эти вот конкретные задания выполнить. Она ему говорит, не печалься, утро вечера ему дни, ложись поспи. И эти задания, она за него помогает ему выполнить. Но вот когда царь дает третье задание, то не знаю, что, тут жена ему говорит, извини, этого рецепта у меня нет. Вот у меня есть волшебное колечко, и оно тебя приведет к тому, кто знает. Она дает ему это колечко, дает ему некий опознавательный знак, чтобы его там приняли за своего. И колечко приводит его к бабе-яге. Баба-яга его ласково встречает, но она тоже не знает, как эта задача решается. Она посылает его еще дальше к некой старой мудрой черепахе, живущей где-то там в глубинах озера. И вот черепаха уже знает, и она его посылает туда, где он находит, кто не знает что. И, в общем-то, эта модель, она работает. Если, допустим, воспользоваться той же юнгянской моделью, то его жена – это анима, которая соединяет вас с более глубинными слоями бессознательного, которые уже, соответственно, в качестве волшебного помощника выступают. И без которых никакую, если вернуться к фотографии, без этого волшебного помощника, без сверхъестественного, который вмешивается в углу, как я уже цитировал Рагоре, никакая хорошая фотография невозможна. И если опять вернуться к метафоре алхимии, то целью поисков является эта ускользающая субстанция, тайная сила природы или первоматерия, или нечто, что всем движет. В сказке не она является целью, но получается, что это получение желаемого невозможно без вхождения в контакт с ним. И, возможно, когда я занимаюсь уличной фотографией, то я тоже вхожу в контакт с некой первой материей и преобразуя ее, я получаю некий концентрированный образ, уже некое изображение, которое само по себе, может быть, даже не является самоцелью, а которое, может быть, является неким указателем, что этот контакт удался. То есть очень сильно все зависит от того, что целью. Цель является создание образа или цель является само вступление в контакт. И тогда тоже меняются приоритеты. То есть если цель является контакт, то фотография становится чем-то в виде дорожных указателей, позволяющих понять, правильную сторону двигателя или нет. Во-вторых, оставаясь пока в рамках алхимии, представляет интерес в основном метафоре алхимии и философский камень. Джи Юнг неоднократно подчеркивал, что согласно алхимическому принципу самый драгоценный объект следует искать в грязи, в самом неприглядном, в самом неожиданном месте. То есть не там, где это делать легко и приятно, а там, куда смотреть не очень хочется. Понятно, почему это важно для психотерапии, но фотография, этот принцип тоже отлично работает. То есть если ты смотришь туда, куда не смотрит больше никто, соответственно, ты находишь то, чего никто другой больше не доходит. Тут можно было бы только говорить о всяких клише. Это отдельная тема. Но вот есть, опять же, такой известный очень фотограф, тоже гениальный, Уильям Эгглстон американский. И вот он говорит, что у него демократический взгляд, для него все одинаково важно. И вот мне кажется, Эгглстон такой современный алхимик от фотографии. Да, вот его демократический взгляд, он как раз вот позволяет находить вот вещи, которые никто другой не верит к нам. И вот, соответственно, осмысление фотографии как одного из вариантов алхимической работы может быть интересным таким вот подходом. Следующий подход, который вот очень лично для меня представляет большой интерес, это процессуальная психология миндаловская. Арнольд Миндал учился у Марии Луизе фон Кранц, ученицы Юнга, но, кроме того, он учился еще у австралийских аборигенов, которые считаются самым сновидящим народом на нашей планете. Есть такая точка зрения, по крайней мере. А еще перед тем, как изучать аналитическую психологию, он получил образование в области квантовой физики. И он поэтому пользуется иногда для объяснения психических явлений соответственно, моделями квантовой физики. И я уже цитировал Миндала, который говорит, что они считают, что прежде чем я посмотрел на сосну, эта сосна притянула мой взгляд. И в квантовой физике тоже есть похожая модель. Называется транзакционная интерпретация квантовой теории Джона Кренера, согласно которой наведение создается движущимися вперед и назад во времени квантовыми волнами. Вперед и назад. Это очень-очень нелегко осмыслить, что что-то может двигаться вперед и назад во времени. И вот Миндал называет этот феномен быстрые микроскопические сигналы, которые служат для того, чтобы привлечь наше внимание заигрываниями, вспышками заигрываниями, флёртс по-английски. И обычно мы такие сигналы организируем. Мы стараемся обращать внимание на какие-то конкретные расстояния, на то, что мы можем писать словами, то, чем мы можем поделиться с другим человеком, то, что принадлежит к миру консенсусной реальности. А то, что очень быстро происходит, мы стараемся не замечать. Но если научиться обращать внимание на эти быстрые сигналы, на сверхбыстрые сигналы, то это может стать тоже огромным плюсом в работе, потому что работа с этими вспышками заигрываниями позволяет не просто фиксировать готовое восприятие, что я вижу нечто, мне кажется это интересным, мне кажется это красивым, мне кажется это достойным и так далее. Понятно. И я делаю фотографию уже какого-то готового образа, который я вижу, которую картинка. Но если я могу работать со вспышками заигрываниями, то я могу получать какие-то неожиданные вещи. Что-то прямо у меня на глазах складывается так, как я не мог бы этого предположить сам, не мог бы этого сам придумать. Но вот оно просто происходит и это оказывается неожиданно красиво, гораздо лучше, чем я мог бы сам изобрести. И Миндл пишет, что для того, чтобы... Ну то есть действительно, очень многие фотографии, вдруг они сами как-то происходят и придумать в том невозможно. Это просто вот почему-то я оказываюсь в том месте, у меня возникает, может быть, интуиция, что здесь нужно обратить внимание на что-то. Я обращаю внимание на что-то и происходит что-то еще, как бы технически. Технически я начинаю обращать внимание на одни детали, вдруг добавляется что-то еще, что-то еще оказывается более интересным, чем то, что мне было интересно сначала, если как бы более таким нормальным языком это объяснить. Так вот, Миндл говорит, что для того, чтобы работать вот с этими заиграниями, психотерапевт должен быть быстрой кошкой, находиться в особом состоянии сознания. И большинство психотерапевтов напоминают ленивую кошку, разлегшуюся в обычном состоянии сознания, я предпочитаю работать со стойчивыми сигналами, с консенсусной реальностью, с тем, что можно описывать. Так вот, про фотографов можно сказать ровно то же самое. Тоже большинство фотографов предпочитают быть ленивыми кошками и фиксировать уже готовое восприятие, а не охотиться вот за чем-то таким неуловимым. Более того, есть еще один великий, на это раз русский фотограф, единственный русский член Магнума Георгий Пенхасов, который не читал работ Миндала, я у него спрашивал специально, и он ровно то же самое говорит теми же словами. Он говорит, что фотограф должен быть быстрой кошкой, используя ту же метафору. Вот, и если мы посмотрим фотографии Георгия Борисовича, мы увидим, что он имеет в виду. Так вот, работая с заигрываниями, фотограф, соответственно, устанавливает связь с тем, что Миндал называет процессуальным умом или умом создателя сновидений. То есть вот с той самой непостижимой силой, большей, чем мы, локальными проявлениями, которыми все мы являемся, осознаем это или нет. И, соответственно, тренировка внимания для работы с заигрыванием это самый прямой, хотя не самый простой, может быть, путь для получения этих подарков, о которых я в самом начале говорил. Наконец, очень интересную вещь пишет ученица Юнга Барбара Хан в своей книге «Встреча с душой». Прямо такая концептуальная штука, которая тоже может поменять осмысление процесса. Она пишет, не стоит забывать о двустороннем характере отношений с бессознательным. Мы должны слушать его и давать ему необходимую информацию с нашей сознательной стороны. Абсолютную необходимость этого, пишет Барбара Ханна, доказал мне один разговор в активном воображении с моим анимусом. Он вдруг сказал, то есть анимус, к моему абсолютному удивлению. Мы в весьма неуютной позиции, связаны как сиамские близнецы, но при этом из совершенно разных реальностей. И после он объяснил мне, что наша реальность невидима ему так же, как его для нас. Поэтому в наших стараниях увидеть реальность бессознательного мы должны помнить и о том, чтобы помогать ему видеть нашу. И мне это кажется очень красивым. Очень просто смысл искусства, не только фотографии, тут появляется смысл любого искусства вообще помогать той стороне видеть эту. То есть большую часть документальных потоков эта сторона дела, кажется, очень мало волнует, потому что они, ну и делом заняты, они рассказывают одним людям о том, как живут другие люди. То есть такая журналистская история. Но как только в игру вмешивается бессознательное или естественное, я думаю, что одно и то же в данном контексте, точнее, не как только оно вмешивается, но все-таки как только появляется осознавание того, что оно участвует в игре, то все усложняется. И приходится иметь в виду тогда, что бессознательное может быть не только рассказчиком, не только тем, кто дарит подарки. Хороший фотографий всегда подарок, не помню. Но оно может быть адресатом, оно может быть и зрителем, слушателем, зрителем, она отображает то, что было действительно увидено, в отличие от живописи, которая не всегда это делает. И все помнят знаменитые слова Альберта Эйнштейна, который говорил, что я хотел бы узнать мысли Бога, все остальное детали. Так вот, фотограф мог бы перефразировать это, сказав, я хотел бы быть глазами Бога. Но, кстати, некоторые суфии так и говорят, что гностик – это глаз Бога. Англик Арбен об этом пишет. Ну и вот как бы последнее, о чем можно сказать, это то, что и в аналитической психологии, и в некоторых других в пост-энгианстве считается, что они возвращаются к этой концепции мистиков средняковых, к миру души, которая является миром образов, вот Джеймс Хилман пишет, что образ – это тот материал, из которого творится душа. Сотворение души – это и есть цель психологии. Соответственно, фотографирование, то есть это уже касается не только фотографии любого визуального искусства, где происходит сотворение неких образов, или не сотворение образов, а проявление образов, если можно говорить о том, что тут можно тоже долго говорить о том, что такое сотворение, да, это отдельная тема, просто сейчас об этом нет имени, вот, но, то есть, как бы, возможно, да, возможно, это просто именология, возможно, вот, занимаясь подобными практиками, мы помогаем сделать, не только сотворять собственную душу, но и то, что называется душой места, душой города, вот, и, может быть, даже делаем некий вклад в то, что называется анима мунди, мировая душа, вот, вот, и на этом я, наверное, закончу, спасибо. как раз уложился прямо, да, во время, мировая душа,